Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем проводить с вами эксперимент, а именно создавать принты при помощи нейросетей. При этом я выбрала три нейросети, одна из них встроенная в Adobe Illustrator. Первая сеть это Mid Journey, вторая Leonardo, а третья Adobe Illustrator. Все они умеют создавать автоматические бесшовные принты. И давайте посмотрим, как мы все это будем делать. Я подготовила вот такие футболочки, которые мы будем заливать тем принтом, который мы сгенерим, для того, чтобы проверить, насколько он классно смотрится в бесшовном формате и все ли в нем правильно сработано. Итак, у меня уже открыта Mid Journey через Discord. Пожалуйста, мой бот, в котором я работаю. У меня платная подписка, так что все работает. И будем мы создавать принт по одному и тому же промпту, по одному и тому же запросу. Я открыла переводчик. Принт из цветов сирени. Lilac Flower Print. Вот мы его и копируем. И будем вставлять его в Mid Journey. Но здесь есть маленькая хитрость. Мы вставляем запрос, то есть в Slash Imagine пишем наш промпт. Lilac. И теперь мы делаем два тире и пишем Tile. Tile позволит создать нам бесшовный принт. Tile Enter. И смотрим, что нам сейчас предложит Mid Journey. И это всегда занимает некоторое время. Поэтому чуть-чуть подождать. В чем здесь особенность? Конечно, особо как-то его корректировать, регулировать здесь у нас не получится. То есть, что нам предложит Mid Journey, с тем мы будем соглашаться. По моему личному опыту, Mid Journey хорошо генерирует именно бесшовные принты. Делает это достаточно классно. Можно сделать вариации. Можно добавить в описание разнообразные цветовые, стилевые моменты, которые бы вы хотели видеть. Сейчас я задала самый простой запрос из всех, который можно придумать, чтобы он был таким универсальным. И один и тот же запрос буду везде писать, чтобы у нас было все понятно. Вот смотрите, что у меня получилось. Когда мы говорим слово сирень, на английский оно переводится как lilac, а это в общем как сиреневый, фиолетовый. Не обязательно именно цветы сирени будут. Но вот смотрите, какую вариацию нам предложила, соответственно, Mid Journey. Давайте вот этот вот нежный я возьму. Что мы теперь делаем? Это изображение номер 3. Раз, два, три. Номер 3. Я его беру, и оно у меня сейчас вот здесь спокойненько появится. Вот, в более крупном формате. И мы проверим, является ли он бесшовным. Сохраняем изображение у себя на рабочем столе. Я обычно работаю через рабочий стол, мне так максимально удобно. Открываем наш иллюстратор, файл, открыть. Таким образом у вас точно все сработает. И смотрим, вот он мой файл, который я только что сгенерила. Копирую его сюда к нам. Да, другая цветовая модель. У меня создана RGB, а там тоже RGB. Странно. Вот. Вот такой он у меня есть. И мы сейчас, я еще сделаю дополнительную проверку. Ну, первоначальную, да. Чтобы у нас с вами появились вот такие квадратики. Везде и там и здесь. С черным контуром. Сейчас мы их сдублируем. Так. И проверяем. Вот он наш принт. Тянем его в образцы. И просим нам залить. Только не контур, а цвет заливки. Бинго! Принт абсолютно бесшовный. Вот он получился. И теперь мы его можем смело применить на нашу футболочку. И получить футболочку с нашим принтом. Докомпонуйте другим цветом. И получите какую-то интересную авторскую историю. Докомпоновываем. Спинка может быть однотонная. Спинка может быть тоже запринтованная. В зависимости от того, что вы хотите. Могу вот запринтовать. Пожалуйста. У меня получилась вот такая вот великолепная футболочка. Сколько я на это потратила времени. Вот смотрите. Я ничего не сокращала в этом видео. Вы можете посмотреть, как это все у меня заняло время. Ну и также со всеми другими принтами, которые у нас сгенерировались внутри MidJourney. Может быть вот этот принт тоже будет достаточно интересным. Можно его скачивать. Можно его пробовать. И с ним работать. Плюс ко всему вы можете попросить сделать вам вариации на тот принт, который вам понравился. И MidJourney предложит вам разнообразные вариации. Вот смотрите. Давайте я его тоже сохраню. И тоже мы его с вами попробуем. Файл открыть. То есть это на одну генерацию. MidJourney по умолчанию. Так, не туда сохранился. Он у меня в загрузке, значит, ушел. Файл открыть. Он в загрузке улетел. Вот. Пожалуйста, еще один принт. Также прекрасно бесшовный. Если нужно, можно скомпоновать два принта в одно. Размер рапорта вы можете сами подкорректировать. Вот он туда-сюда. Возможно, этот будет смотреться лучше. Вот можно вот так посмотреть. То есть используйте тот принт, который вам более актуальный, больше нравится, больше подходит. Вы можете попробовать тот и другой одновременно, параллельно. Как вам больше нравится. Вот я второй вариант тоже проработала. Какой понравился, оставила. Так, идем. Тот же самый запрос. Пробуем с вами сделать в Леонардо. Если MidJourney у меня работает через Discord, это установленное приложение, то Леонардо, вы просто в него входите. И вот, пожалуйста, он у вас готов к работе. У меня куплена подписка. Вот видите, у меня еще монетки есть. Еще целых 7 тысяч осталось от подписного плана. Но это достаточно много. И здесь есть у нас несколько моделей генерации. Поэтому я не могу сказать, что у меня получится лучше. Видимо, придется попробовать пару вариаций. Соотношение я выберу один к одному, чтобы у меня генерировалось то же самое. И вот здесь я могу посмотреть, какого оно будет размера. 624 пиксела на 624 пиксела. Отлично. И выбираем Tile. Tile это как раз то, что мы с вами будем генерировать заливку. GENERATE и стоит это у меня 8 монеток. Они где-то называются кредиты, где-то токены. Но это не принципиально. Пока она мне это генерит, давайте мы попробуем сделать в другой модели генерации. Потому что от модели генерации, конечно, очень много зависит. И здесь стилевые вообще совершенно разные подходы будут. И помимо того, что мы можем выбирать стилевые подходы, у нас еще вот здесь будет разнообразная стилистика. Вообще, в этом плане мне нравится Леонардо. Он очень разнообразный. Кстати, у него есть бесплатный проводный период. Они дают 150 монеток. И они еще каждый день пополняются. Поэтому, в принципе, очень доступная сеть. Единственное, обязательно нужно включать VPN. И вот здесь есть еще Elements. У меня, по-моему, он включен. Я сейчас его отключу. Потому что это дополнительная стилевая направленность. Вот смотрите, насколько разные. Почему я сразу сгенерировала по нескольким стилевым направлениям этот принт. Потому что очень-очень разные принты у нас генерятся. Соответственно, как видите, здесь вообще пошла абстракция. В зависимости от модели генерации в Миджорне это тоже можно выбирать. Просто менее активно. И мы можем с вами это выбрать. Смотрите, какие богатые классные принты. В принципе, для создания... Я выбрала универсальную футболку. Но если вы, например, сделаете обложку на какой-нибудь блокнот, сделаете печать на какой-то канцелярии, это будет очень красиво смотреться. Вот у нас с вами получились разные принты. Мне импонируют вот эти два. По стилистике они мне понравились. Открываю. Тоже вот здесь мы скачиваем на рабочий стол. И теперь идем в иллюстратор. Проверяем, что у нас тут получилось. Ой, не новый. Открываем. Файл. Открыть. Вот он лежит у меня замечательный. Как видите, стилистика совершенно другая. Абсолютно. Перетаскиваем сюда. Давайте приблизительно сравняем по размеру. Не обязательно. Можно выбрать тот размер, который вам более актуальный. Тоже тащу в заливке. И, пожалуйста, принт бесшовный. Мы убедились. На этом квадратике это видно. Пожалуйста, могу залить здесь. И тут уже как бы по вашему требованию, как хотите, так и заливайте. В общем-то, вот. Еще раз говорю. Это на футболке. Но вот именно этот принт, мне кажется, будет очень классно смотреться на какой-нибудь канцелярии. Будет прям здорово. Так, а здесь давайте тоже какой-нибудь розовый. Можно поиграться, посмотреть, подумать, какой будет более актуален, какой будет лучше. Вот так. Все, контуры восстановились. А, контур. Черт. Тоже контуры, когда вы так вот делаете пересъем цвета, нужно потом контуры восстанавливать, потому что он съедает все это. Вот. У нас получилась вторая авторская футболка. Но, опять же, это может быть и какой-то домашний текстиль, это может быть и наволочка. Просто мы говорим о генерации принтов. И третий принт я тоже буду делать с нейросетью, но уже не выходя из самого Adobe Illustrator. Я открываю с вами окошко. Текст, векторный рисунок. Вот оно, он прям у нас тут есть. Я выбираю вот эту зону. Говорю, что мне нужен. Узор. И еще раз я скопирую тот же самый. Буду просить по-английски, хотя иллюстратор понимает и по-русски. У меня стоит ручифицированная версия. Она прекрасно понимает. Вот. И вот оно у нас пошло. То есть я здесь могу создавать объекты, я здесь могу создавать какие-то сцены, я здесь могу создавать, как оно правильно здесь называется, не стикеры, а такие упрощенные какие-то вещи. Но мы сейчас с вами посмотрим ту сразу вариацию, которую мне предложит иллюстратор. И он тоже сразу создает принт, при том, помимо всего прочего, он его еще и векторным создает. Так что работа с принтами у нас упростилась в разы. Но, как видите, стилистика всего того, что происходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот смотрите. То, что мне предложил иллюстратор. Если мне что-то нравится, я это применяю. Если мне что-то не нравится, то я это не применяю и делаю заново генерацию. При этом у самого Адоба в вашем подписном плане вам выделяется количество поинтов, которые вы можете использовать на вот эту внутреннюю генерацию. С ноября это уже начало работать. Вы можете посмотреть в своем подписном тарифе. Если я правильно помню, они ничего не поменяли, то если у вас подписка на одну программу, то это будет 500 поинтов. А если у вас подписка на весь пакет, то полторы тысячи, по-моему. Нужно проверить. Обязательно на сайте официального Адоба это все есть. Вот. Если у нас все устроило, то тогда, пожалуйста, мы его используем. Можем закрыть. И вот он у нас появился, этот принтик. Пожалуйста, заливайте им все, что вы хотите. Он сразу векторный. Так, не тот. Вот этот. То есть можно с ним дальше работать. И плюс именно векторного принта, что он, естественно, более пригоден для перекрашивания. То, что вот эти принты я смогу как-то более-менее автоматически перекрасить в фотошопе. Здесь уже в иллюстраторе у меня такой фокус не пройдет. А вот, например, вот этот принт, который я сгенерировала и сейчас залила, да, то я могу его совершенно спокойно вот так вот создать копию, перекрасить в графический объект. И есть генеративное перекрашивание, когда я могу попросить по описанию перекрасить, то, что они добавили. Могу вот здесь покрутить автоматически, да, если мне это нравится, не нравится. Могу в дополнительных параметрах каждый отдельный цвет дополнительно перекрасить. То есть вот это плюс. Но стилистика, конечно, совершенно другая, как вы видите. Получается, в зависимости от потребностей, это все можно использовать. По поводу коммерческого использования тоже там, например, для Меджорни, поскольку у меня есть платная подписка, я могу спокойно в коммерческих целях использовать эти принты, они разрешают. У Леонардо надо, правда, на сегодняшний день почитать. У них тоже было разрешено использование в случае наличия платной подписки. Нужно просто уточнить, то есть свои какие-то там футболки, ежедневники, все, что вам нужно, вы можете отпечатать с этим принтом, спокойно его использовать в коммерческих целях, это разрешено. Еще раз, просто уточните конкретно в той нейросети, в которой вы работаете, как разрешено или запрещено коммерческое использование. На этом все. Пожалуйста, пишите мне свои комментарии, как вам такой способ работы с принтами, насколько это сложно, просто нравится вам или нет. А если вас интересует тема по нейросетям, приходите ко мне на вебинар, я вам подробно и детально расскажу, как их применять в дизайне одежды, буду рада вас видеть. Ссылочку на регистрацию на вебинар оставлю под этим видео. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.